Что нам нужно прямо сейчас, чтобы начать? На момент записи урока я использую версию Joomla 3.9.1, компонент DJ Classifield объявление 3.7.5 версия, шаблон JMIKS 1.0.1 версия, и давайте посмотрим на состав архива, в общем, на начальном этапе, что нам потребуется более детально, именно как это выглядит по архивам. После распаковки шаблона, соответственно, вы приобрели шаблон, что здесь имеется? То есть, смотрите, GM тема, это внутренняя тема самого шаблона, она ставится позже, то есть сначала станется основной шаблон на Joomla, а потом станется тема. Соответственно, сам шаблон GM, вот он, IKS, а GM именно тема, без нее будет криво смотреться все товары. Она нужна, она в составе шаблона имеется. Соответственно, GM мануал, это ссылка, по сути, то есть надо архив распаковать, и там будет ссылка, которая открывается через браузер, я вам даже сейчас покажу, вот, открыть сделаю. Если хотите воспользоваться мануалом, запускается индексный файл. Правой кнопкой мыши, то есть сначала распаковываете все вот это, правой кнопкой мыши по индексному файлу, и открыть через какой-нибудь браузер. И там на английском языке будет подробный мануал со скриншотами, как, что нужно сделать это, если вы захотите двигаться самостоятельно. Дальше, фреймворк плагин. Этот бесплатный плагин, он должен обязательно присутствовать вместе с шаблонами от Joomla Monsters. Без этого же плагина не будет работать шаблон корректно. Вообще, в принципе, вы настройки не увидите шаблона. Этот плагин бесплатный, как его где скачать? Нужно быть хотя бы зарегистрированным на сайте Joomla Monsters, это бесплатно, да? Шаблон вы покупаете. Но именно плагин качается отдельно. Причем, когда вы зайдете, авторизуетесь на своем аккаунте, здесь в загрузках вы найдете плагин. Вот он, он есть. Последнюю версию можно скачать. Но я сразу скачал пакет Framework плюс плагин jQuery Monster. То есть, этот плагин NoConflict. При включении данного плагина, если будут конфликты на сайте, именно конфликт jQuery, этот плагин на раз решает проблему с конфликтом. Соответственно, если вы качаете весь пакет, то сразу два плагина, они в одном архиве идут. Если мы посмотрим правой кнопкой мыши, открыть. Вот вы видите здесь файл инсталляции. И вот он Framework и DJ jQuery. То есть, два плагина, они нужные. Они оба сразу поставятся. То есть, распаковывать архив не надо. Ставится на Joomla целиком. Дальше, Quick Start. Демонстрация. То есть, это можете поставить на отдельный домен, на отдельный сайт, где-то, может быть, на локальной машине, там, Open Server. Ставится как шпаргалка. Чтобы вы могли зайти туда и посмотреть, как там что устроено. То есть, все, что предустановлено, все, что вы видите. Вот здесь вот в шаблоне, как это есть, вы можете это все посмотреть изнутри. Как здесь все устроено. Это тоже некий мануал. Только более подробный. Но здесь тоже нужно уметь ковыряться, знать, где что находится, да, чтобы понимать. Но я вам сразу скажу, это без быстрого старта разобраться бы смог только настоящий профи. Я всегда сам тоже пользуюсь быстрым стартом. И, соответственно, файл русской локализации самого шаблона. Соответственно, локализацию в интернете можно найти абсолютно свободно через Яндекс. Это мы посмотрели структуру папок именно шаблона. Все, что нужно нам к шаблону. Теперь компонент объявления. На момент записи, как я уже сказал, у меня последняя версия 3.75 версия. Полный пакет. То есть, если мы с вами его откроем, здесь абсолютно все модули, плагины, платежные плагины. И все устанавливается в один раз. То есть, какие-то большинства будут нам не нужны, они будут отключены. В общем, я скачал весь пакет. Там можно скачать по отдельности после покупки. Соответственно, русская локализация предоставляет как сам разработчик, так и в интернете можно найти русский язык. Я скачал у разработчика. И, соответственно, доп. плагины, платные плагины, которые продаются отдельно. Это плагин с интеграцией с Adime. То есть, интеграция с личными сообщениями на сайте. То есть, переписка внутренняя, чтобы интегрировать компоненты джи-объявлений и компонент Adime. Дальше. Сейчас я не буду рассматривать все плагины, но хочу сказать, здесь есть плагин AJAX без перезагрузки поиск. То есть, чтобы поиск работал по объявлениям без перезагрузки. Это очень красиво и удобно. Вообще, все, что есть, дополнение, все у меня присутствует. Возможно, в уроках я расскажу о каждом из этих плагинов. То есть, вот этот состав плагинов, он, по сути, необязательный, чтобы стартануть. Но у меня он есть, и, скорее всего, о них я тоже буду рассказывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова